Здравствуйте, с вами Вероника Поливкина. Осень, пожалуй, самая жаркая пора в саду, несмотря на то, что погода не такая жаркая. Я привыкла убирать все растительные отходы в конце сезона, делать запасающие подкормки на весну и все мульчировать, чтобы сад весной проснулся чистым и сытым. Но вот часто встает вопрос, куда девать растительный мусор. Сжигать по новым законам на участке нельзя, а специально оборудованные места есть не в каждом поселке, деревне. Остается только компост на участке. Но какой бы вместительный компостер мы бы не купили, его все равно будет мало, да и не все туда можно положить. Хочу поделиться тем, как я делаю компост, какими способами и какой результат имею. Но прежде хочу показать то средство, которое мне в этом помогает. Для тех, кто еще не знаком, очень советую познакомиться. Это средство просто творит чудеса. Называется шеф-компост. Я закладываю все, что срезала, слоем примерно 30 см, посыпаю порошком и сверху немного земли. Снова слой растительных остатков, снова шеф-компост и снова небольшой слой огородной земли. Если стоит сухая погода, то, конечно, нужно еще и полить. Компост прямо на глазах начинает осаживаться. То есть внизу мгновенно начинает идти процесс разложения. И у меня есть снова место для утилизации следующей партии. Раньше жесткие стебли, например, от флоксов, прогоняла через измельчитель. А теперь просто немного рублю лопатой и все. Причем можно даже немного больные листья класть. Все перерабатывается до безопасного состояния. Все происходит благодаря способности шеф-компоста разогревать компост до 60 градусов и поддерживать его горячим. Запускаются все необходимые процессы для активации жизнедеятельности бактерий и микроорганизмов, отвечающих за процесс компостирования. А также обеспечивается стерилизация сорняков, что очень важно, и подавление патогенов, находящихся в компосте. В его составе присутствуют миллиарды колоннообразующих микроорганизмов, а также широкий спектр ферментов, которые ускоряют компостирование трудно поддающихся разложению органических веществ. В результате в максимально короткие сроки получается идеальный компост с прекрасной структурой и насыщенным объемом питательных элементов. Раньше компост зрел у меня 2 года. Сейчас я опражняю компостер 2 раза за сезон. Вот все, что уложила и продолжаю закладывать по мере обрезки осенью, а это невероятные горы, я буду использовать уже в первой половине лета. А все, что наберется за весну и лето, отправится в грядки осенью. Вот такой отличный компост получается. Меня спросят, а пищевые отходы в компост класть можно? Можно, но я компостирую только растительные. Никакие мясные, конечно, не кладу, потому что и крысы приходят, и всякие там вороны. Можно ли укладывать в компост листья? Да, можно и нужно. Но листья с деревьев я собираю весной. Зимой они выполняют роль утеплителя на участке. Если нет компостера, можно делать компост в больших полиэтиленовых мешках. Это очень удобно, так как не нужно таскать мусор по всему участку. Можно установить мешки в тех местах, куда удобнее относить отходы, и откуда потом удобнее будет раскладывать по местам готовый компост. А еще очень удобный способ компостировать прямо на грядке. Но для того, чтобы осенняя закладка полностью превратилась в качественный компост уже к весне, нужен не только шеф-компост, но и измельчитель. Как я это делаю, уже рассказывала, но напомню для тех, кто не видел. На грядке, после того, как сниму урожай и освобожу ее от остатков, забираю чай с земли на разные нужды. Например, что-то сажаю в кашпо на зиму, что-то мульчирую. Компостная земля ведь, сами понимаете, всегда пригодится. А на освободившееся место начинаю укладывать эту зеленую массу. Пересыпаю средствами для компостирования, поливаю эмпатокой, далее слой земли и снова зеленая масса. И так слой за слоем. Землю беру из кашпо после однолетников, а можно и из соседней грядки, если другой нет. Не делаю всю эту грядку сразу. А так, по кусочкам, по мере освобождения. С помощью специальных средств процесс компостирования так ускоряется, что к весне уже никто и не вспомнит, какие кучи здесь были навалены. Останется просто перекопать, может добавить немного удобрения, и грядка готова. Я так делаю всегда и выражаю отменные. Всегда смешно слышать или читать, что нужно менять грунт в высоких грядках или парнике. Мы, по сути, тоже обновляем грунт, но совершенно естественным способом. Забираем по необходимости и складываем все осенние отходы. Не нужно таскать с места на место по всему участку. Полудородная земля у нас сразу производится на месте. По этой же схеме обновляю землю в своем огуречном парнике. Кто следит за каналом, наверное, помнит, что огурцы у меня растут в емкостях. Земля, пух, перо, червей множество и свеженькая органика. Все как положено для хорошей грядки. Если вы боитесь, что погода уже холодная и ничего не получится, можно укрыть пленкой. Но я этого не делаю. И так все получается. И докладывать я буду слои еще долго. Отлично подходит и скошная трава. Все эти отходы, да еще и с добавками, так разогреваются, что даже пар идет. Средств для компостирования сейчас продают много. Хорошего вам настроения. Приятной работы в саду. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч!